Всем привет! Всем добрая бутылочка! Я уже проснулась, сейчас буду кушать сниггерс и бутылки. Мама сейчас мне сделает ну, одеваться, собираться и в школу. Всем привет, да. Сейчас будем делать Кирюшке бутылки в родике. С чем, Кирочком? Плавленым сырочком. С плавленым сырочком. А Кира пока уминает сникерс. Сейчас после сникерса никаких уже бутылков не захочет. И глазки пока еще открыть не может. Так что мы встретимся уже тогда, когда мы откроем глазки. Бутылки готовы. Всем, кто кушает, приятного аппетита! Я уже покушала бутылки, попила чайок и сникерс. Но, как у всех по плану с утра, надо, что почистить зубы и умыться. Так что я тоже пошла чистить зубы и умываться. Ребятки, посмотрите, как я пойду в школу. Только еще колосков не хватает. Ну, мы сейчас это исправим. Мам, ты же меня заплетешь? Конечно, куда же я денусь? Ну, тогда возьмем резиночки. Одну резиночку, вторую резиночку, ну и расческу. Вот она. И пошли на кухню. Ребятки, вот мама меня и запила. Только это не совсем колоски, а дульки. Не знаю, как моя учительница отнесется на такую прическу. Дульки окей, но на вот эти хвостики, думаю, она не очень отнесется. Ну, мне все равно. Бишите в комментариях, ребятки. Моя учительница правильно поступает или нет? Я думаю, нет, потому что учителя должны учить, а не следить за прической своих учеников. Отлично. Получилась причесочка у тебя. И у тебя уже, Кирочка? Время! Время идти. Так, ты будешь проверять, все ли ты взяла? Я точно знаю, что я ничего не забыла. Точно знаешь. Тогда можно спокойно одеваться. И я тебе, Тюма, и говорю тебе пока-пока. Пока-пока. До встречи. До встречи. Кирюшку забрали со школы. По природе девятка, я что-то не знаю. Молодец. Она долго-долго шла и думала, по какому предмету она получила оценку. А ты мне расскажи, ты рассказывала сегодня байку? Да. У тебя хорошо получилось? И одиннадцатку я получила, я вспомнила. Видишь, как много ты получила сегодня оценок. А это по байке получила одиннадцать? Умничка, что-то забыла сказать, да? Почему нет? А наша ученица наставит двенадцать. У тебя уже была двенадцать. Да, но наставит это только по контрольным. А если просто там вирш, то можно девять поставить просто так. Так и захотелось. Так, ну ладно, давай об этом не будем. Мама. Да. И ещё, я не знаю за что, одной девочке, моей однокласснице, поставили девятку. Девятка это нормальная оценка. Это не два же. Ну. Вот. И ей поставили девятку. Я такая говорю, а чему ставит Лиза девятку? Я к счёпу, она просто читала вирш. Она, там Татьяна Алексеевна отвлеклась на компьютер, она просто врет, такая встает и читает байку. Ну, она же её не выучила наизусть. Нет, она её читала. Татьяна Алексеевна говорит, ну, она немножко подсмотрела, но ничего. А ты не подсматривала? Нет. А тебе подсказывали? Нет. Ну, тогда молодец. Я могу сейчас рассказать. У меня сейчас рука замёрзла. Ну, давай тогда я вот так сделаю. Можешь, пожалуйста, выдвинуть там камеру. Так. Давай. Вот. Я сейчас хочу рассказать. Ну, сначала я хочу показать вам, какая я смешная. С такими дульками. Так. Чиж та голова. Главоніда Глібов. Весною чижик молоденький, такий співучо-проверненький. В садочку все собі скакав, та якось у сельцей попав. Садика в кліці рветься, б'ється, а голова бачить та сміється. А що попався от тобі іна. Певна голова дурна. Не бійся, мене не піддорили, хоч як би не хитрили, бо я ж не чижик, ні отце. Аж гульк і сам попався в сельце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не сміся. Встретимся дома. Ребята, я уже дома, я разделаюсь. Ну, и мы с мамой сняли видео на мамин канал. Кстати, не забывайте подписываться на мамин канал. Маличка лайк. Ну, і, конечно же, на мій. А я, наверное, сейчас буду делать уроки. Или кушать. Что-то. Мам, а что, можно покушать? Ничего. А борщик куда пропал? Я его ни один раз не покушала. Представляешь, весь борщик твой скушали. Да. Не расстраивайся. Не печалься. Я пойду сейчас готовить. Борщик? Нет. Другое что-то. Суну картошечку? Нет. А что? Сегодня будет суп из чечевицы. Да. А ты ещё не пробовала, как ты можешь въехать. Ты ещё ни разу его не пробовала, поэтому тут сложно тебе сказать. И тогда, наверное, давай, я буду готовить, а ты... Уроки! Работать. Своей занимайся своими делами. Много задавали сегодня уроков тебе? Очень-очень? Очень-очень. А ну показывай, что тебе там сегодня? И учить 20 слов. По-английскому? Да. На завтра? Да. На завтра, на завтра? Ещё надо на завтра сделать английский на курсы. Угу. Ну, там как бы надо просто повторить, но как бы выучить. Но давайте мы это будем потом. По чём? В английском слова. Нам надо выучить, потому что завтра будет текст, который мы будем читать, и там будут эти слова. Чтобы мы перевели этот текст, нам надо выучить эти слова. Но проверка этих слов будет попозже. Я поняла. Окей, тогда приступай. Угу. К домашним заданиям. Мама, мама, пожалуйста, распечатай мне одну байку. Какую? А пьесу. Лысица пала с неба. А зачем тебе её распечатывать? Ну, я хочу её распечатать, потому что, не знаю, мне легче читать. Но я могу просто в интернете найти и почитать. Давай, найди в интернете и почитай. Кира, ты сейчас тумбочку, полочку мне сломаешь или головой об угол стукнешься. Не надо. Ты чё, Виха? Ты чё делаешь, а? Уроки когда пойдёшь делать, а? Уроки и танцы. Какие уроки? Быстро за уроки, я сказала тебе. Твоя мама пришла, молока принесла. За уроки тебя быстро отвела. Ребята, Кирюшка сейчас собирается завтра на флешмоб, чтобы быть жёлтой-голубой. Ну что? Мне вот так нравится. Слушай, так прикольно на самом деле. Вот, смотри. Обалдеть. Так что, ты так пойдёшь? Да, я пойду так. Но вообще, синий вверху, а не... Ну, а у тебя ещё будут две ленточки. Смотри, держи. А ну на хвостике просто одень, а один и на второй. Вот так я хотела взять, вот так один звезти, второй звезти. Слушай, давай тогда сделаем вот так вот. Ребят, как вы скажете, похоже, что флешмоб должен быть жёлто-голубой. Ещё хвостики будут у Кирюшки. Мне кажется, будет очень-очень круто. Я нужна фоткаться, я так старалась. Смотри, мне кажется, тебя должны сфоткать обязательно. Ребята, ставьте лайк, кому нравится Кирюшка. Супер. Я очень довольна, мне на самом деле нравится. Смотри, щедрючка, прилетела ластівочка. Стало собі щебетати, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю. Подивися на кошарю. Тра-та-та-та-та. Подивися на кошарю. Стало собі щебетати, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю. Подивися на кошарю. Пока-пока!